Альфа, запусти. Запустила. Я уже и сам стал забывать, что основная тема канала это всё же робототехника. Так что сегодня поправим этот момент. Приняла. Видос выпускаю перед второй частью про станок, чтобы вы не заскучали. Те, кто ждёт его продолжения, не переживайте, он собирается. А остальным соболезну. Это сервомоторчик. Довольно практичное устройство. Частенько используется в робототехнике и радиоуправляемых моделях, если нужно что-нибудь подвигать. Для своих размеров имеет неплохой момент, копеечную стоимость и очень простое управление. В общем, лепота. Но, как вы догадались, не для всех задач он подходит. Где-то требуется большая точность, где-то более оптимальные переходные процессы или возможность контролировать скорость, момент или другие параметры. В конце концов, может кому-то не нравится его форма. И тут есть выбор. Можно найти другое исполнение сервопривода. Ну, или же если устройство совсем специфическое, можно самостоятельно слепить сервопривод прямо под него. Именно про это мы и поговорим. Сегодня на повестке дня сервоприводы из мотора. И если вы думали, что сейчас будет что-то из разряда вытащить контроллер из сервы и прифигачить его к мотору, то вы ошиблись. Сегодня поговорим про чуток более фундаментальные способы изготовления сервоприводов с любыми желаемыми параметрами из любого мотора. Ну, точнее, мотор-редуктор. Узнаем, что такое подчиненное регулирование и как роботу не самовыпелиться. Ну что, приступим? Здрасте! Добро пожаловать на канал про гребаных роботов и приятного просморта. Сегодня придется чутка поломать голову. Итак, я заметил некоторые заблуждаются, что под сервоприводом имеется в виду только вот такого рода небольшие сервомоторчики. Но это далеко не так. Если без занудства, сервоприводами обзывают абсолютно любые движки в совокупности с железом и датчиками, по которым он может регулировать такие параметры, как положение, скорость, момент и т.д. и т.п. Ну, например, если прифигасить к ардуинному мотору счетчик импульсов и сделать так, чтобы по нему он поддерживал задаваемую скорость, независимо от нагрузки, то вот это вот все в совокупности с железом чисто формально вроде как с натяжкой можно назвать сервоприводом. А любые ЧПУшники уже сразу знают, что кроме шаговиков для точного позиционирования могут использоваться и серводвигатели. А если взять шаговый двигатель и энкодер, то получим сервошаговый двигатель. Но вероятнее всего вы здесь не за этим, а за тем, как заставить обычные моторчики работать как такие сервоприводы. Именно этим мы сейчас и займемся. Сделаем два макета сервоприводов из доступных компонентов. Принцип работы у них одинаков, различается только компонентная база. Оба этих варианта рассматривайте просто как методические пособия. На них показывается принцип работы, а исполнение сервопривода может быть абсолютно любым. Но давайте по порядку. Для начала разберемся, как сервопривод работает. Если вы хотя бы раз дербанили сервы, то могли видеть, что там установлен контроллер, небольшой моторчик, редуктор и потенциометр, измеряющий угол поворота. Кстати, именно из-за него у сервопривода есть ограничения на этот самый угол поворота. Существуют и другие способы измерения угла. И да, это энкодеры. Различают инкрементальные и абсолютные. Инкрементальные считают только приращение угла поворота. И по аналогии с шаговым двигателем, не знают положение вала в момент инициализации. То есть, если мы выключим сервопривод и покрутим вал, то после включения он не будет знать, где он находится. Абсолютные энкодеры, напротив, отличаются от первых тем, что они всегда знают свое положение. Потенциометр как раз используется в качестве дешманского аналога абсолютного энкодера, что и является единственным его плюсом. Минусом абсолютных энкодеров до какого-то момента была их непомерная цена. Но не сегодня. Сегодня для себя я открыл абсолютный энкодер, по цене в полшавухи, что и побудило меня на этот видос. Прошу вашего внимания, магнитный энкодер AS5600. Он идет в комплекте с небольшим магнитом, с непривычным расположением полюсов. И может измерять угол его поворота над собой в пределах от 0 до 360 градусов. Может общаться по Y2C. Красота, одним словом. Из коробки он работает на 3 и 3 вольтах. Для работы с 5 вольтами необходимо выпаять перемычку R1. Тут же выпаиваем еще и резистор R4, чтобы работать с датчиком в аналоговом режиме. Прям фабрика лишних деталей. Если моторы по моменту и оборотам изначально удовлетворяют вашим потребностям, то абсолютные энкодеры можно устанавливать прямо на их выходной вал. Ну или же прямо на рабочий вал устройства, что очень удобно. Так что лучше сразу подбирать мотор в редукторы под задачу, чтобы лишний раз не возиться с установкой доп. редукторов и прочим. Кстати, давайте-ка соберем дополнительный редуктор для одного из наших моторчиков, так как у него слишком большие обороты и никакущие моменты. Сначала смоделируем редуктор и напечатаем. Ссылка на STL-файлы моделей всех редукторов будет, как обычно, в описании. Мне очень, кстати, пришли вплавляемые гайки, которые я давно хотел потестить, так что для сборки редуктора их и используем. Первый сервопривод сделаем на основе потенциометра на 250 кОм. Фиксируем его в редукторе на комплектную гайку и устанавливаем подшипник. В качестве валов буду использовать обычный гвоздик. Ну и, наконец, переходим к установке зубчатых колес. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редуктор для второго мотора делается по такому же принципу. Но это фикция. Зубчатые колеса одинаковые и редукции тут нет. Хотя скорость этого моторчика тоже великовато, я решил попробовать оставить его как есть. А сам редуктор предназначен только для смещения оси выходного вала, чтобы установить на него энкодер. Ну и после сборки макетов, наконец, переходим к главному – управлению. Абсолютно все сервоприводы работают по принципу обратной связи. В случае таких сервомашинок – обратной связи по данным с потенциометром. Смысл такого регулятора заключается в сведении разницы между задаваемой и измеренной величиной к нулю. То есть, если мы, например, скажем, повернуться на 90 градусов, то пока датчик не покажет эти 90 градусов, регулятор будет подавать напряжение на двигатель и поворачивать его в заданное положение. А при его достижении на входе и выходе будет ноль. Просто правда? Мы в качестве регулятора будем использовать PIT. Пропорционально интегрально дифференцирующий регулятор. ПИТ. Наверняка самый часто используемый регулятор в автоматических системах. Потому как он простой и неплохо работает. И еще привлекательно то, что его коэффициенты можно настроить методом тыка. Ну или же научным методом приближенного экспериментального тыка. Так вот, у PIT-регулятора есть три компонента, работа которых определяется тремя соответствующими коэффициентами. Как работает каждая из них, очень хорошо показывает гифка из Википедии. Пропорционально работает как усилитель входной ошибки. Интегральная компенсирует статическую ошибку, остающуюся от пропорциональной компоненты, и дает основной буст к моменту при небольших отклонениях. И последнее. Дифференциальная компонента гасит то, что на колебале пропорциональная и интегральная. Можно занулять ту или иную компоненту и использовать только P, P, E или P, D регуляторы, в зависимости от условий. Для начала давайте создадим простой PID-регулятор по положению. То есть повторим работу сервомоторчика. Возьмем наши мотор-редукторы с датчиками и подключим их через драйвер двигателей к ардуинке. И напишем скетч. Все скетчи из видео можно будет найти в репозитории проекта по ссылке в описании. Как я и говорил, сам PID-регулятор в реализации очень прост и представляет собой сумму трех операций. Усиление, интегрирование и дифференциирование. А вклад каждой компоненты определяет соответствующий коэффициент. На вход регулятора подается разница между задаваемым по UART углом и измеренным углом с потенциометром. Кстати, тут можно увидеть, как дико он шумит, что естественно влияет и на поведение сервопривода. Поэтому показания с него необходимо фильтровать. И лучше использовать модели с меньшим сопротивлением, чем у меня. На выходе регулятора получаем значение SHIM, которое подаем на мотор через драйвер. Остается только настроить коэффициенты, что уже не такое простое занятие. Если делаете это в первый раз, то придется попотеть. И по-хорошему настраивать их нужно уже после установки целевой механизм. Можно попробовать настроить их методом тыка. Для этого сначала зануляете все коэффициенты и увеличиваете пропорциональный, до момента появления небольшого горба перерегулирования. Потом добавляете дифференциальный, стараясь этот горб убрать. А потом понемногу добавляете интегральный. Ну или если не хотите действовать совсем наугад, то вбиваете в гугл метод Циглера Никольса и колеблите систему. Сейчас мы фактически повторили то, что умеет обычный сервомоторчик. Может кому-то этого достаточно, но регулирование только по положению считается не очень оптимальным и имеет ряд недостатков, с которым вы явно сталкивались. Отсутствие контроля скорости делает движения сервы неплавными, а при медленных перемещениях она еще и дергается. А из-за отсутствия контроля момента серва имеет свойство самовыпиливаться, если во что-нибудь упрутся. Естественно, решение этих проблем есть и называется оно подчиненным регулированием. Идея заключается в том, чтобы добавить регулятор в регулятор, чтобы он управлял регулятором, пока тот управляет регулятором. Ладно, если без шуток, мы добавляем один или два дополнительных контура регулирования по скорости и току, тот, что мы сделали ранее. По входным и выходным параметрам ничего не меняется, мы также сдаем только положение и получаем шим. Но регулятор положения управляет скоростью, а регулятор скорости током. Получается, что каждый вложенный контур подчиняется предыдущему Поэтому регулирование и подчиненное В чем профит? Переходные процессы не пущены на самотек, как в случае одного пида Где задал положение и пофиг венике, как себя ведут остальные параметры Но если со скоростью понятно, то при чем тот ток? Тут стоит вспомнить, что его величина прямо пропорциональна моменту А значит, управляя током двигателя, мы фактически управляем его моментом И все сразу встает на свои места А еще, так как мы контролируем эти параметры На выходе регуляторов их можно урезать То есть можно ограничить максимальную скорость или момент Что позволит сделать защиту от дурака И теперь, когда вы упретесь в крайнее положение, ваше серво больше не сгорит Чего лишены обычные сервомоторчики И да, это можно использовать в захватах или других устройствах, где нужно ограничить силу сжатия Хотя это и выглядит страшно, но в коде это реализуется не сложнее первого регулятора Просто соединяем три пида подряд Данные о реальном положении получаем с абсолютного энкодера или потенциометра Данные о скорости можно получать либо с инкрементальных энкодеров, либо дифференцирование положения по времени А ток получаем с датчика тока, установленного в разрыв контактов мотора Остается только подобрать коэффициенты Девять коэффициентов Ладно, шучу В качестве регулятора положения оставим полноценный ПИД А вот у регулятора скорости можно оставить только П-компоненту А у тока П и И-компоненты В таком случае коэффициентов останется всего шесть К тому же их настройка происходит по очереди для каждого контура Начиная с внутреннего То есть контура тока Так что бояться нечего После настройки коэффициентов получаете свой сервопривод И спрашиваете себя А зачем я вообще этим занимаюсь? В общем, давайте пройдемся с самого начала и по существу Чтобы сделать сервопривод, вам нужен любой мотор Лучше если он будет бесколлекторный И без диких люфтов Драйвер к нему Контроллер Абсолютный энкодер И датчик тока Чтобы не возиться в лапши проводов Все это можно развести на одной плате Выфигачиваете ко всему этому подчиненное регулирование Жух-жух и сервопривод готов Но в целом делать свои сервоприводы имеет смысл Только если у вас специфическая задача Вроде манипулятора или чего-нибудь подобного Для чего обычные сервы не канают Если же нужно просто что-нибудь подвигать То сервомоторчика достаточно К слову Лапы я моделил просто для тестирования самопальных серв И хотя я лично не понимаю сжиотажа вокруг робособак По мне до гексаполя круче Но если будет запрос от общества Можно когда-нибудь и робособаку запилить Проверять сделанные макеты на возможный момент смысла не вижу Так как описанный способ подходит для любого размера и мощности моторов От мала до велика Так что на этом все Увидимся во второй части про станок Вы также можете поддержать развитие канала На бусте или других площадках Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...